МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости губернии в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Останутся самые достойные. 46 кандидатов на пост главы Самары предстали перед конкурсной комиссией. Сколько претендентов на пост градоначальника пройдут отбор? И по каким критериям определяются лучшие? В регионе в следующем году появится завод по производству лифтов. В домах установят более 300 современных кабин. Фонд Камприбонта наметил планы и подвел итоги работы года уходящего. Позади работа на Кубке Конфедерации и Всемирные фестивали молодежи и студентов. Впереди курсы иностранного языка, занятия по гостеприимству и рэп про Самару. Самарские волонтеры Чемпионата мира по футболу подводят итоги 2017 года. 20 и 21 января кандидаты на пост главы Самары презентуют свои программы по развитию города. Оценивает их конкурсная комиссия с 20 человек. В ее составе в том числе городские депутаты, почетные граждане города и области, представители общественных организаций. Напомню, на должность градоначальника претендует 46 кандидатов. Среди них политики, бизнесмены, генеральные директора компаний, профессора, специалисты самарских предприятий. Есть и официально безработные. Сегодня свои проекты и идеи представили 26 человек. Остальные пройдут собеседование завтра. Комиссия решит, кого допустить до участия в конкурсе. Она должна выдвинуть не меньше двух кандидатур. После этого нового главу Самары выберут на заседание Думы, ориентировочно до 22 декабря. Подчеркну, что я готов работать с любым кандидатом, которого выберет конкурсная комиссия и выберет в дальнейшем Думы городского округа Самары, который предложит эффективную программу развития города. Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы. Мы самым внимательным образом отнесемся ко всем предложениям, которые будут высказываться в ходе конкурсных слушаний. Идеи, высказанные кандидатами, будут использоваться нами для улучшения качества работы государственных, муниципальных органов власти. В правительстве области прошло совещание по подготовке к мартовским выборам президента. В работе приняли участие главы муниципалитетов, представители избирательных комиссий, общественники. Проголосовать за одного из кандидатов на пост главы государства жители региона смогут на 1767 участках. Ведется подготовка помещений. Также порядка 20 временных пунктов для голосования будут открыты в исправительных колониях и больницах. Главам муниципалитетов поручено проконтролировать выверку списков избирателей. Избирательная комиссия Самарской области и многофункциональный центр подписали соглашение о взаимодействии на время избирательной кампании президента России. Напомню, на этих выборах избирателям не нужно, как раньше, брать открепительное удостоверение в территориальной избирательной комиссии по месту регистрации. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке по месту нахождения. Сотрудник МФЦ может через базу данных посмотреть, примерно где это, какой там участок относится к этим улицам, подсказать номер участка, и человек уже будет записан, что на таком-то участке 18 марта, его будут ждать, он уже будет в списках избирателей записан, он спокойно приходит с паспортом и голосует, как на любом другом избирательном участке. Сегодня в МФЦ у нас 54 крупных офиса, они находятся во всех городских кругах и муниципальных районах, и плюс у нас есть территориально-басонно-структурное разделение, которое практически находится в каждом городском и северском поселении. Подать заявление можно будет не только в МФЦ, но и в территориальной избирательной комиссии на портале госуслуги. С 31 января, а с 25 февраля на базе участковых избирательных комиссий день голосования назначен на историческую для страны дату, день присоединения Крыма и Севастополя к России, 18 марта. В ближайшие три года во всех крупных городах страны, в число которых входит и Самара, должна появиться новая система краткосрочного прогнозирования опасных природных явлений. О реализации поручения президента шла речь на встрече руководителя Росгидромета Максима Яковенко с Александром Нефедовым в областном правительстве. Федеральная служба по гидрометеорологии и региональные власти уже давно эффективно действуют в сфере наблюдения за местной экологией, ведь Самара – крупный промышленный и транспортный центр. Наиважнейшей задачей, стоящей перед правительством региона, является создание безопасных условий для жизнедеятельности граждан. От этого напрямую зависит состояние экономики, развитие транспортной инструктуры, уровень жизни, комфорта населения, социальная стабильность. Ужесточаются требования в области экологии, поэтому в ближайшие годы будут создаваться территориальные, локальные, помимо федеральных сетей, наблюдения. Тоже наша совместная работа. Чемпионат мира по футболу – это знаковое событие для России, поэтому необходимо обеспечить также качественное информирование и гостей, и участников, и граждан. Вот здесь тоже у нас значительный пласт работы. Правительство Самарской области и Росгидромет подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет повысить эффективность прогнозирования природных катаклизмов и создать оптимальные условия для защиты населения от разгула стихии. Тронулся лед, а вместе с ним дебаркадер. Пристань покинула привычное место на спуске улицы лейтенанта Шмидта. Глыбы льда порвали швартовочные тросы, судно развернуло и унесло на полсотни метров. Специалистам все же удалось его задержать и укрепить тросами на новом месте. Никто из команды не пострадал. По словам представителей Речпорта, причиной произошедшего мог стать активный ледоход, связанный со сбросом воды за Жигулевской ГЭС. Впрочем, от официальных комментариев они отказались. Я не буду давать комментарии вам сейчас. Первая степенная задача удержать его в том положении, в котором он стоит, чтобы его не унесло на середину Волги. На прежнее место дебаркадер, по словам представителей Речпорта, вернут только в апреле, пока там ведутся работы. Вина доказана полностью. В Тольятти огласили приговор по одному из первых в стране уголовных дел за призывы к экстремизму. Виктор Пермяков, руководитель общины коренного русского народа, попал в поле зрения правоохранителей в марте 2017-го, после собрания активистов организации. На нем он раздавал листовки с текстом, который позже экспертиза признала экстремистским, и просил их тиражировать и распространять. В июне при обыске в офисе общины были обнаружены более двух сотен радикальных листовок, брошюр и памяток, а также технические средства для их изготовления. Суд признал обвиняемого виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства, и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. При вынесении приговора были учтены на его возраст и состояние здоровья. Окончательное наказание определит два года один месяц лишения свободы с лишением права занимать должность в органах государственной власти и муниципальных органах сроком на три года. Силу статьи 73 назначено наказание в виде лишения свободы считать условно с платным сроком один год. Государственное обвинение просило ему лишения свободы, но с учетом его пенсионного возраста с применением статьи 73 Уголовного кодекса расходираться условно. Суд согласился с мнением государства обвинения, полностью признал его виновным и назначил аналогичное наказание. Еще одной торговой точкой, где незаконно продавался алкоголь, на карте областного центра стало меньше. Сотрудники департамента Минэкономразвития вскрыли факт реализации горячительного без лицензии в одном из кафе-баров безымянки на улице Свободы. Предприниматель торговал без необходимых разрешительных документов пивом, водкой, вином, коньяком и горькой настойкой. Всего было обнаружено более 100 таких бутылок. Вскрыть нарушение закона помогло своевременное обращение граждан. В поле зрения ревизора в заведение попадает не в первый раз. В данной торговой точке будут написаны административные материалы и грозит штраф в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей. Но он очень ощутимый, конечно. То есть 3 миллиона – это очень большая сумма. Заработали ли они деньги – нет. Это большой вопрос. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Директора регионального управления Почты России Артура Игрушкина уволили в связи с утратой доверия. На начальника пожаловались сотрудники местных отделений. Подчиненные Игрушкина сообщили, что руководитель заставлял их строить коттедж для его семьи в Малой Царевщине. Обращение было направлено к генеральному директору компании, генеральному прокурору, сотрудникам ФСБ, представителям ОНФ. На время служебной проверки Игрушкина отстранили от работы, а по ее итогам уволили. В Октябрьске полицейские накрыли наркопритон. Его организовал у себя дома 33-летний местный житель. По данным правоохранителей, он состоит на учете в наркодиспансере и ранее был судим за хранение наркотиков. Во время визита стражей порядка в нехорошей квартире находились двое, оба в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. В Самарской области гранатометчики 2-й общевойсковой армии учатся уничтожать джихад-мобили условных террористов. На полигонах по Волжье военные отрабатывают приемы ликвидации движущихся мишеней, которые имитируют начиненные взрывчаткой транспортные средства под управлением смертников. Военнослужащие тренируют правильное занятие позиций, изучают, как вести разведку целей и классифицировать их по важности. В сборах принимают участие более 400 человек. Продолжаем выпуск. Стелс-технологии на страже дорожного порядка. На Самарской обводной автодороге прошел рейд под кодовым названием «Встречка». Нарушителей ПДД отслеживали с помощью специального автомобиля для скрытого наблюдения. Подробнее расскажет Кирилл Козин. Огромное искушение. Встречная, по крайней мере, видимая ее часть пустая, а машина перед тобой уж слишком медленно едет. Надо обгонять, да только сплошная мешает. Последующее нарушение, если все-таки решился, это большой риск. Особенно на трассе. И это не говоря о том, что можно запросто лишиться прав или заработать крупный штраф. Ехал, торопился, просто очень сильно. Просто посмотрел, вроде встречного транспорта не было. Решил обогнать. Больше так не буду. Каждый обгон в запрещенном месте – потенциальная авария. За такими нарушителями стражи дорожного порядка следят в оба. И все активнее применяют новые средства наблюдения для профилактики. Одно из них – автомобиль скрытого контроля. Боковые камеры. Внутрь салона, внаружи салона и назад. Этим посредством осуществляется видеозапись, то есть сексация. Внешне – гражданская машина. Никаких опознавательных знаков. Распознать ее можно только внимательно приглядевшись. Уж слишком много в ней камер. Свою эффективность автомобиль доказал, пройдя уже десятки рейдов на самых проблемных дорогах. Последняя – Самарская обводная. На данном участке дороги произошло 4 дорожных транспортных происшествий, в которых 8 человек пострадали. Погибших, к счастью, нет. Но из них, из 8 человек, 2 человека – это дети. Причиной дорожных транспортных происшествий послужили нарушение правил маневрирования, нарушение правил обгона, выезд на полустречное движение. Профилактические мероприятия «Встречка» проводятся регулярно. За полгода 36 рейдов. В результате 47 административных материалов, 30 из которых связаны с выездом на встречную полосу. Нарушители ожидают штрафы в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 8 месяцев. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В Самарской области построят завод по производству лифтов, а в ближайших планах – замена более 300 кабин на современные энергосберегающие аналоги. Об этом рассказали в региональном фонде капремонта и подвели итоги уже проделанной работы. Так, программа на этот год выполнена на 95%. Другие цифры – в сюжете Мария Акимовой. На такую высоту по лестнице забраться весьма проблематично. А вместе с коляской невозможно. Этажей 16 – два лифта, которые до недавнего времени чуть ли не каждый день выходили из строя. Они были сданы в эксплуатацию еще в 1985 году. Прослужили более 30 лет. И, наконец, уступили место современным энергосберегающим кабинам благодаря региональной программе капремонта. Да, живет машина в отделении. Все отремонтировано, все культурно. И приятно зайти и посмотреть, и как работает оборудование. Поменяли лебедки, сделали косметический ремонт. И сами лифты новые поставили. Заменили оборудование, установили две новые кабины грузоподъемностью в 400 и 600 килограммов. На это потратили более 4,5 миллионов рублей. Изготовленные по современнейшим технологиям, обеспечивающие безопасность как перевозки пассажиров, так и грузов. Соответственно, они контролируют весь процесс работы от момента открытия и до момента выхода пассажиров из кабины. Также лифты оснащены антивандальным покрытием. Поездки с комфортом для разных категорий пассажиров. Слабовидящие люди смогут легко сориентироваться в лифте и понять, на какую именно кнопку нужно нажать, чтобы оказаться на своем этаже. Для этого на панели легко ощущаемый шрифт Брайля. Кроме того, кабина оборудована голосовым оповещением. Первый этаж. Прослужить такие лифты должны не менее 25 лет. Всего же в этом году по ускоренной программе в регионе заменили около 200 кабин. В 2018-м еще 300. С рассрочкой платежа от 3 до 5 лет. Кроме того, в регионе планируют построить завод по производству лифтов. Скорее всего, на территории опережающего развития в Тольятти. Что касается ремонта многоквартирных домов в целом, программа на этот год выполнена в регионе на 95%. Уже сдано порядка 970 домов. В 2018-м году тоже планируем отремонтировать около 1000 домов. Уже порядка по 400 домам заключены договоры на производство ремонтных работ. И за 2018-й год с опережением графика, я думаю, мы эти работы все выполним. Одной из основных задач остается ремонт домов, находящихся на гостевом маршруте. В преддверии ЧМ-2018 привели в порядок 280 зданий. Фасады и крыши обновляют на объектах культурного наследия. Таких в программе 337. Уже отреставрировано 134. Кроме того, внедряются более современные технологии. В частности, вентилируемые фасады, которые служат полсотни лет. Мария Акимова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Самарские кандидаты-волонтеры Чемпионата мира по футболу подводят итоги 2017 года. Позади работа на Кубке Конфедерации, Всемирном фестивале молодежи и студентов и жеребьевке мирового первенства. О других достижениях, планах на будущее и рэп-клипах о Самаре в следующем материале выпуска. Энергия, молодость, креативность. Самарские кандидаты-волонтеры вышли на финишную прямую 2017-го. Сами активисты говорят, это был год наработки бесценного опыта. Парни и девушки нашего региона принимали участие в организации проведения мероприятий самого разного уровня. Это и Кубок Конфедерации. Самарские волонтеры поучаствовали в организации этого мероприятия в четырех городах-организаторах. Это 57 различных мероприятий на территории нашего региона, на территории страны, в который также входит фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Сочи. Там тоже были самарские волонтеры. И, конечно же, жеребьевка мирового первенства тоже прошла при участии активистов из Самары. Три проекта наших кандидатов вошли в число победителей конкурса «Наследие чемпионата мира по футболу». «Мундиаль» для многих стал источником вдохновения. Большие города воплотим на свой проект, и все узнают, все узнают, как чемпионат идеи у волонтеров зажигает. Десятиклассник Антон Алексеев написал этот трек вместе с другом за одну ночь. Еще через сутки был готов клип. Их проект «Самара Мьюзик Гайд» будет открывать город-организатор с необычной стороны. Мы будем создавать рэп-клипы, посвященные интересным неформальным местам Самары, с целью их популяризации среди гостей на чемпионат мира 2018 года. Всего в регионе по двум волонтерским программам в дни футбольного первенства будут работать 2500 человек. Хочется, чтобы наш город оказался в лидерах по гостеприимству, по хорошему настроению, по тем радостным событиям, которые нас ожидают. И, конечно же, мы, чтобы все успешно справились с задачами, которые перед нами будут стоять. Самых активных представителей волонтерского корпуса наградили благодарностями. Теперь впереди обучение, которое продлится до июня 2018 года. Анна Ивахина, Александр Дудко, Новости губернии. Почетными знаками и грамотами наградили лучших спортсменов, тренеров и судей Самарской области. 30 человек получили звание мастер спорта России. А тем, кто по традиции следит за ходом соревнований, вручили удостоверение спортивной судья всероссийской категории. Кем может гордиться Самарский регион, подробнее расскажет Владимир Маркин. Упорная работа на тренировочных площадках, крупные победы на всероссийских и международных соревнованиях. Опытные спортсмены, заслуженные тренеры и судьи теперь могут ненадолго перевести дух. Конец года – время подведения итогов и торжественное награждение тех, кто стал для Самарского региона настоящей спортивной гордостью. Конечно, мы подводим итоги за год. И у нас спортсмены, те, которые выступали в течение этого года, завоевали достойные вот эти вот награды. У нас в основном молодые спортсмены. Почему? Потому что все-таки спорт, он молодой и выступает в различной категории. Конечно же, есть и взрослые, есть и молодые. Многие молодые спортсмены сделали большой шаг вперед и получили новые спортивные звания. Анастасия Рузанова шла к этому долгие годы. Теперь она стала мастером спорта России по тейквондо. Девушка делится своими впечатлениями и утверждает, что будет и дальше стремиться к новым достижениям. Сейчас благодарность большая тренеру, что именно он вложил в меня так много усилий во всех нас, кто занимается в его школе. Не будем останавливаться. Можно получить и мастер спорта международного класса. Почетные знаки и грамоты получают те, кто направляет спортсменов и помогает им во время тренировочного процесса. Я долго ждала этого момента. Также до этого мне благодарностью награждали тоже Российскую Федерацию. В сфере спорта я уже давно работаю и буду продолжать работать. Теперь ряды мастеров спорта России в Самарской области пополнили еще 30 человек. Уже с начала следующего года они вновь отправятся на всероссийские и международные первенства представлять регион как в сборных командах, так и в одиночных зачетах. Владимир Маркин, Виктор Соколов. Новости губернии. 60 лет исполнилось Международному аэропорту Курумыч. Торжества по случаю юбилея накануне прошли в Театре оперы и балета. Сегодня Курумыч входит в десятку крупнейших аэропортов страны. В последние годы воздушная гавань значительно преобразилась. Построен новый просторный терминал, способный обслуживать более 3,5 миллионов пассажир ежегодно. Смонтированы телетрапы, которые упростили и ускорили процессы посадки и высадки. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. На регулярной основе полеты из Самары выполняются по 49 направлениям, среди которых 26 внутрироссийские, 13 международные, 10 полетов страны СНГ. С начала года услугами аэропорта Курумыч воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. Это абсолютный рекорд за последние 25 лет. От имени губернатора и депутатского корпуса сотрудников аэропорта поздравил председатель губернской думы Виктор Сазонов. Лучшие были отмечены благодарностями и почетными грамотами. Я считаю, что аэропорт Курумыч – это одна из главных визитных карточек нашего региона, города Самары. Аэропорт Курумыч очень существенно влияет на деловую активность нашего региона, очень существенно влияет на инвестиционную привлекательность, ну и, конечно, как уже я отметил, на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона. И эти условия создаёте именно вы, работники, сотрудники аэропорта Курумыч, и за это вам самые искренние слова благодарности. Произведения великих композиторов Редерика Шопена и Оганаса Брамса прозвучали со сцены Самарской филармонии, на этот раз в исполнении лауреата международных конкурсов пианиста Филиппа Копачевского. Сонаты эпохи романтизма стали настоящими жемчужинами в мире музыкального искусства. Затем, как знакомые произведения вновь покоряют зрителя, наблюдал и Владимир Маркин. Сонаты гениев 19-го столетия Шопена и Брамса вновь оживают, только теперь в исполнении пианиста Филиппа Копачевского. Классическая музыка, которая спустя век вызывает восторг у слушателей по всему миру, звучит и со сцены Самарской филармонии. В зале пока пусто. Последние минуты до начала концерта. Концертная программа выбрана не случайно. Для молодого пианиста эта музыка имеет особое значение. Романтический репертуар для фортепиано – это самый, собственно, расцвет музыки 19-й век, когда этот романтизм зарождался в музыке, сначала немножко в музыке Биткоина, потом уже у Шуберта больше, и в итоге появились такие авторы, как Брамс, Шопен. Эти произведения сейчас больше всего занимают мои мысли. С репертуаром великих композиторов Филипп Капачевский выступал во многих странах мира – в Германии, США, Израиле, Голландии, Франции и Италии. Особую популярность лауреат международных конкурсов приобрел в Японии, где записал диск с фортепианными произведениями Шопена. Не раз участвовал в международных конкурсах, выступал с лучшими оркестрами, среди которых Академические симфонические оркестры Санкт-Петербурга и Москвы. Но для него, как для исполнителя, важен зритель. Важно передать всю гамму чувств и эмоций в музыке. Эта классика, как считает сам Филипп, должна и в наше время завораживать слушателя. Ведь к этому стремились столетия назад и Оганес Брамс, и Фредерик Шопен. С этой программы пианист вновь отправится на зарубежные сцены Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес и в другие столицы мира. Владимир Маркин, Александр Дмитриев, Новости губернии. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте guberniatv.ru. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok